По образованию учитель химии и биологии. В августе 2015 года он дополнительно окончил курсы повышения квалификации в аборант химического анализа. Как сказал бы режиссер одной известной киностудии, потрясающее сходство. Возраст, прическа и даже судьба. Подобно герою западного сериала, во все тяжкие, бывший преподаватель химии стал делать наркотики. Но вместо 11 статуэток Эмми и двух золотых глобусов, этот мужчина сейчас стоя выслушивает фабульную часть уголовного дела, по которому проходит главным фигурантом. Химик в прошлом на чердаке загородного дома создал целую лабораторию по производству синтетического наркотика. А распространять вещество ему помогал юный напарник. Хакер, как это сейчас говорят, он взял на себя рекламу и организовал сбыт. Молодой человек создал в социальных сетях несколько интернет-магазинов и страницы с объявлениями о продаже запрещенного товара. Крупные партии и разовые дозы злоумышленники продавали через интернет, доставляли товар покупателям бесконтактным способом через так называемые закладки. География распространения продукции данной лаборатории – это города Иркутской области. Сотрудники ФСБ нашли нарколабораторию. В ходе обыска оперативники изъяли около 20 килограммов готового вещества и почти полтонны жидкого сырья для производства еще 40 килограммов наркотика. Задержанный вину свою признал и раскаялся. Активно сотрудничал со следствием. Принимая во внимание, что это достаточно крупная кустарная лаборатория в нашем регионе за последние годы грозила мужчине все 15 лет. Но судья в силу раскаяния обвиняемого и положительных характеристик вынес ему приговор мягче. Прокопия Удуарда Петровича признать виновным в совершении предоступления предусмотренного статьей 228-я принт часть 5 УК России, назначить ему с применением статьи 64 УК России наказание в виде 11 лет лишения свободы отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения Прокопия уставить без изменения в виде содержания под стражей. Известно, что на карту распространения синтетики попали Ангарск, Иркутск, Усулия-Сибирская, Тулун и Шелихов. В скором времени перед судом предстанет напарник обвиняемого, который организовал продажу наркотиков. Алексей Килевра, Сергей Полянский. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова